Уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Начинаю урок по арабскому языку для того, чтобы вы научились читать Священный Коран. Самое первое, вам надо понять принцип арабского языка. Я всегда на своих уроках объясняю, в самом первом уроке, это как вообще начать читать и на что стоит обратить внимание. Для начала я всегда объясняю своим ученикам на таком простом примере. Вот в русском языке есть гласные буквы. Это А, О, О, И, Э, И, Я, Ю, Е, Ё. Их всего 10 штук. Если взять татар тилы, то в татар тилах имена 1 штук. О, И, 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 У, И. Я уже больше не знаю, а можно писать любви, но ещё раз я писать любви. То есть это все, это все. Вот добавляйте в татарском языке три буквы. Вот. Если взять арабский язык, то в арабском языке таких букв всего три. это вот у и и их всего три поэтому в этом плане нам намного проще и намного легче вот дальше что я объясняю вот эта строка на которой мы пишем различные буквы там еще что-то вот эта строчка вот в арабском языке самым первым делом вам надо смотреть какая буква написано смотрим что написано у вас на строчке когда вы узнаете что за букву у вас написано на строчке вот допустим здесь вам необходимо обратить внимание на огласовку кто торча ул хорок от его талах мрабу на соляр бу харакат мы смотрим какая буква и смотрим на огласовку вот вот эти буквы которые мы сказали у и они заключены вот в этих огласовках и у них есть соответствие соответственное название допустим огласовка а это палочка наверху такая наклонная и она называется от х то есть вот эта палочка который сверху буквы она дает этой букве звук здесь может быть любая буква быть р.з.п. ну в арабском языке буквы нет б.б. допустим джим вот и тогда вот эта буква она приобретает такой звук допустим есть либо здесь была буква р.з.п. то она бы звучало так ра ра почему ра потому что буква р жесткая она как исключение не может то есть буква а она превращается в букву а но лучше примером будет нас буква б допустим если здесь у вас была буква б то вы бы читали ее до следующая огласовка это и она палочка внизу если палочка внизу это уже и и она называется кесаря если здесь поставим букву б то у нас будет уже не б а будет б б б вот б б и само собой разумеется это звук у называется он давно если поставим букву б сюда то это будет уже не б и будет небе а будет бу 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 вот то есть самое легкое запомните принцип всего три огласовки и у палочка наверху это палочка внизу это и запятая вот такая как вот запятой это будет у и сначала смотрим какая буква здесь написано все потом даем ее огласовку да б б б б фатха кесаря дамла то что я вам сказал палочка на верху палочка внизу запятая это не совсем научный язык правильно будет фатха кесаря дамам эту его впоследствии выучите и вот я здесь написал пару звука к и какие звуки они дают а здесь внизу я написал уже арабский эквивалент то есть как она буква а это вот олив буква и звуку и соответствует буквой ей я вот она я и буква у звук звука звук соответствует буква вот и все все очень просто вам главное повторяю еще раз запомните что в арабском языке всего три звука это и у и он выражается как палочка наверху палочка внизу запятая строчка любая буква она будет всегда или а то есть последующие за ней допустим будет бибу если допустим поставим букву за суда будет за зизу за зизу от х кастра дома пусть аллах тагаля будет доволен семенами и облегчит вам в чтении курана салам алейкум рахматуллахи баракатуху